Добрый день, уважаемые жители Гагузии, добрый день, уважаемые жители муниципи Камрад. У нас 2 числа пройдет референдум, и я сегодня хочу обратиться к жителям муниципи Камрад. Значит, премария Камрата сделала все возможное и невозможное для того, чтобы в Камрате референдум состоялся. В Камрате открыто 11 участков, к каждому участку мы закрепили транспорт для того, чтобы по заявлениям могли выезжать, чтобы люди могли голосовать на дому. Также я хочу сказать, что мы поддерживаем референдум и премария города, и муниципальный совет. И конкретно хочу сказать и наше мнение по поводу проведения референдума, который пройдет 2 февраля. У нас пройдет 2 референдума. Значит, первый по внешнему вектору. Мы поддерживаем, чтобы наша страна приняла направление, чтобы поддержала, чтобы в дальнейшем вошла в таможенный союз. И по второму референдуму мы поддерживаем укрепление статуса Гагаузии, что если Молдова потеряет суверенитет, Гагаузия должна иметь право на самоопределение. Я хочу обратиться ко всем нашим жителям. Мы сделали, значит, все для того, чтобы, потому что пошел большой снег, мы очистили дороги. Мы очистили, значит, дороги, где проходят все наши маршрутки. Поэтому сегодня, несмотря на то, что в последние дни шел обильный снег, и центральные дороги, и дороги там, где проходят все наши маршрутки, очищены. У нас остается 2 дня. Сегодня и завтра, выходной день, мы будем работать для того, чтобы сделать все возможное, для того, чтобы все улицы, все переулки были очищены, чтобы люди могли пойти на референдум. Хочу обратиться ко всем нашим жителям. Дорогие друзья, 10 лет мы работаем вместе. Не один раз вы поддерживали нас на выборах, и на башканских выборах, и на примарских, и на народных собраниях. И сегодня, обращаясь к вам, поддержать примарию, поддержать лично меня, я призываю вас, несмотря на холод, который будет в этот день, всем выйти, помочь друг другу. У кого есть транспорт, обязательно забрать соседа с собой, отвезти до участка. У кого есть возможность, потому что есть старые люди, более старшего возраста, помочь, потому что очень скользко, зайти во двор, помочь людям, чтобы они вышли на улицу, отвезти на обор, привезти, для того, чтобы наш город действительно отдал свой долг для проведения этого референдума, чтобы у нас референдум в нашем городе состоялся. Мы русскоязычное население, мы уважаем и любим Россию, мы очень любим Гагаузию и хотим, чтобы действительно в Гагаузии было спокойствие и мир. Мы не хотим, чтобы руководители соседней страны Румынии призывали к объединению. Мы хотим, чтобы действительно статус Гагаузии был укреплен и раз и навсегда пропала шефария запугивания нашего народа, что рано или поздно мы окажемся в Румынии. Уважаемые друзья, мы провели в декабре митинг, провели неделю назад сход граждан в муниципе Камрад. С завтрашнего дня у нас открывается штаб общественного объединения Нового Гагаузия, который будет работать и в воскресенье. Если нужна будет какая-либо помощь любому нашему жителю, пожалуйста, звоните. Штаб будет открыть по улице Переулок Третьяково, здание Осито. Внутри находится наш штаб общественного объединения. Телефон 2-78-13. Если будет необходимость, это касается прежде всего наших людей старшего возраста, которые очень холодно и не смогут добраться, пожалуйста, звоните, мы обязательно окажем вам поддержку. Все, значит, и сход граждан, и митинги, которые мы проводили, и ту работу, которую мы проводим последние дни, это работа, которая делается бесплатно. Значит, все наши жители муниципе Камрад, которые поддерживают нас, поддерживают проведение референдума, не хотят никаких средств, оплату за свой труд. Это нас очень радует, поэтому я еще раз хочу обратиться к вам, что обязательно, несмотря ни на что, соберитесь, сделайте все возможное, оденьтесь потеплее, но обязательно нужно выйти и поддержать наш город. Я хочу, чтобы в муниципе Камраде, значит, референдум состоялся, и действительно, чтобы наши люди вышли на этот референдум. Прошу, чтобы не обращать ни в коем случае внимания на провокаторов, потому что сегодня, к сожалению, ну, к сожалению, что появились и платные провокаторы, которые сегодня открыто призывают и против нашего населения, и против нашего города, не обращать внимания. Давайте пройдем вместе референдум и сделаем, значит, воскресный день, день референдума нашим праздником. Спасибо. Я уверен, что у нас все получится.